МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В уютном дворике тесно от снега. Синяя плетеная беседка напомнит о лете. Редкие прохожие. Это то, что изображено в картине Игнатия Ивенского, только по воле автора сдвинуто, смещено причудливо и странно. Дворик виден сквозь треснувшее стекло окна. Нервные холодные сломы стеклали, судьбы ли чьей-то, здесь, по эту сторону, с нами. А там, в мире двора его забот, может ли быть вечным согласие и гармония? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Искусство ХХ века ставило и решало очень сложные вопросы. Характерная особенность искусства нашего столетия – многоплановость поисков, разнообразие тем, образов, идей, которые требовали, соответственно, и новые формы. Итак, сегодняшняя передача посвящена произведениям, которые находятся в галерее Искусства ХХ века. ХХ век уходит для нас тихо и почти незаметно. То, что вчера было открытием для публики, сегодня стало уже фактом изобразительного искусства. Авангард 20-х годов – это классика нашего времени, нашей эпохи. Какие разные судьбы, какие творческие устремления, какие противоречивые образы, характеры, люди – это всё умещается в наш ХХ век. Мы встречаем разных людей, мы встречаем разные картины, разные скульптуры, графику. И как можно соединить этих людей, несоединимых при жизни? Они все являются маленькой частичкой, которая составляет единое целое нашу отечественную культуру. Здесь можно назвать Александра Древина, расстрелянного в 1938 году и обласканного сталинским режимом художника Владимира Серова, супрематистов Ольгу Розанову и Михаила Менькова, бунтарей и основоположников бубнового валета Наталью Гончарову и Михаила Ларионова, официальное искусство эпохи тоталитаризма и так называемое тихое искусство 30-х-50-х годов, тех художников, которые по своим устремлениям были близки передвижничеству, таких как Сычков и Бакшеев, суровый стиль 60-х годов и неоромантизм 70-х-80-х годов. Все сегодняшние течения, все это составляет нашу славу, нашу гордость, нашего столетия. Странно, когда говоришь о искусстве прошлого, то пристрастие художника, его враги, его близкие люди как-то не очень вспоминаются, а может быть мы их и так хорошо знаем, но век наш неугомонный то тихо плетется, то быстро проносится мимо нас, и все это уже становится историей, и все это вплетается в то, что мы называем нашей культурой. Галерея искусства 20-го века, филиал областного художественного музея, была открыта 1 марта 1992 года, и главная задача, главная цель сотрудников галереи — дать объективную характеристику всего того многопланового искусства, которое составляет ее основу. В портрете Юлии Грек, кисти Бориса Кустодиева, чувствуется влияние искусства передвижников, в частности его учителя Репин. Это одна из ранних работ художника, созданная в 1902 году. Электрическая станция в Петербурге Игорь Горбаря — поистине экспрессионистическое произведение, открывающее зрелый период его творчества. Картина написана в 1901 году, сразу после возвращения художника из Мюнхена, после учения в знаменитой школе Ашбе. А в собрании музея — это первый поистине урбанистический пейзаж. Пейзаж явился одним из ведущих жанров начала века, а творческие объединения, такие как «Союз русских художников», «Бубновый балет», «Голубая роза» существенно обогатили национальную пейзажную школу. Картина русского импрессиониста, жившего в конце XIX века во Франции, Николая Тархова, она называется «В народном квартале» или «Парижский рынок», поступила в музей в 1918 году из хорошо известного собрания Владимира Николаевича Поливана. Но им более значительными были поступления в 1920 году. Это были произведения мастеров русского авангарда из отдела музеев наркомпроса. Среди них подлинным шедевром является «Московская зима» Натали Гончаровой. Картину отмечает лаконичные манеры письма, изысканный колорит, а ощущение зимы дано не в реальном изображении, покрытой сугробами улицы, а в ее подлинно декоративном начале. Картины Гончаровой, Ларионова, Розановой и Менькова часто участники больших выставочных проектов, как у нас в стране, так и за рубежом. Они представляли наш музей в Японии, Франции, Испании, и Соединенных Штатах Америки, Италии, Германии, Великобритании и Финляндии. В экспозиции галереи представлены картины ведущих мастеров объединения как новый валет. Так, натюрморт с рыбами Ильи Машкова, живописный гимн природе, ее обильным и щедрым дарам. Энергичная моделировка форм, сопоставление крупных цветовых масс помогает создать монументализированные образы предметов. И если эта работа Машкова из того давнего поступления наркомпроса 20-го года, то ранняя картина аристарха Лентулова «Женщина с арбузом» поступила в музей несколько лет назад, существенно дополнив раздел искусства в 1910-е годы. Вопрос о пополнении коллекции искусства первой половины 20-го века один из наиболее сложных и важных. Достаточно сказать, что сейчас в музее хранятся три живописные и географические работы Лентулова. Поступили они от дочери художников в 1980-е годы. Для нас это очень важно, что акварели, выполненные в Ульяновске, где Лентулов жил в 1941-1942 годах во время эвакуации, находятся в нашем музее. В этих натурных пейзажах и натюрмортах передана атмосфера тихого, тылового города, о котором до сих пор с любовью вспоминает дочь художника Марианна Аристарховна. Трудно переоценить роль Лентулова и его влияние на развитие искусства в городе. А картину Алексея Кравченко удалось приобрести после уникальной выставки, которую музей организовал из собрания семьи художника. Это яркий, пронизанный солнцем натюрморт. И в картине «Овцы» на опушке леса 18-го года с поистине добиблейским уверением художник говорит о вечных ценностях – жизни, природе. Кравченко – один из знаменитых мастеров графиков 20-го века. Его недаром называли последним романтиком нашего столетия. И сейчас в музее хранятся его станковые листы и прекрасные иллюстрации к Цвейгу, Боголю, Пушкину, Чаянову. В те же 80-е годы в музей поступают известнейшие иллюстрации к слову о полку Игореве, другого замечательного графика Владимира Павлурского. И не менее известная с детства очень многим его иллюстрации к рассказам о животных Льва Толстого. Образ легендарного Тараса Бульба многие воспринимают именно таким, каким создавал его третий знаменитый график нашего столетия Евгений Киприн. Таким образом, в коллекции музея присутствуют произведения трех выдающихся мастеров, трех столпов графического искусства 20-го века. В 1987 году музей приобретает три работы знаменитой Зинаиды Серебряковой. Одна из них известная по публикациям и репродукциям в журналах и альбомах заплетающая косу. Дело в том, что во второй половине 20-х годов, уже во Франции, Серебрякова возвращается к изображению обнаженной натуры. Ей позировали непрофессиональные натурщицы, которых она за неимением средств не могла приглашать, а девушки из русских имигрантских семей. Серебрякова была одним из первых художников России, кто возродил кастель, эту пленительную, такую обманчиво простую, на первый взгляд, технику. К ней она возвращается во Франции. Одним из лучших считается портрет пожилой монахини из Кассиса. И если был прав Рембрандт, считавший, что в портрете главное глаза и руки, то Серебряковский портрет потрясает именно этим. Да, несколько лет галерея искусства 20-го века старается показывать разнообразное, сложное, многоплановое искусство нашего столетия, в том числе произведения ульяновских художников. Играет музыка. Конечно, за одну передачу невозможно рассказать о нашей галерее, о ее работе, о ее коллекции, но есть один художник, о котором нельзя не сказать. Это великий мастер нашей земли, наш земляк Аркадий Александрович Пластов, о котором расскажет Наталья Евгеньевна Лужецкая. Аркадий Александрович Пластов – выдающийся русский художник, творческая судьба которого тесно переплевалась с судьбой своего народа и которому он оставил свое великое наследие. Его произведения хранятся в крупнейших музеях страны и, как сейчас принято называть, ближнего зарубежья, в частных коллекциях. Самые крупные собрания находятся в Третьяковской картиной галереи и Русском музее Санкт-Петербурга. Наш музей – обладатель 95 превосходных работ. Это пейзажи, портреты, тематические картины, нутюрморты, небольшие крупицы той огромной крестьянской эпопеи жития-бытия, которую художник создавал на протяжении всей своей жизни. Своеобразие нашей коллекции состоит в том, что наряду с превосходными картинами мы имеем богатейший этюдный материал, чего нет в коллекциях других музеев. Именно это позволяет как бы взглянуть в творческую лабораторию мастера, исследовать процесс создания живописного полотна. Начало формирования этой богатейшей коллекции относится к 1949 году. В этом году от Комитета по делам искусств представителей министров СССР в наш музей поступил портрет Никита Гуляева, который является одним из лучших в нашем собрании. Работа художника над портретом продолжалась фактически всю его творческую жизнь. Четыре поколения односельчан запечатлел художник на своих полотнах. Написаны целые крестьянские роды, написаны сотни ребятишек. Особая тема и особое пристрастие художника. Тысячеликий мир крестьянских портретов живет рядом с его картинами и неотделим от них живописных поисков, неотделим от их образов. Сложившаяся за 40 лет портретная галерея дань неутомимому и страстному интересу к характеру человека. Она имеет прямое отношение к личности самого Пластова. Кто-то из великих мастеров сказал, что между холстом и слоем краски художник должен запечатлеть душу. Так и у Пластова. Под трепетной красочной плотью живет человеческая душа. Художник верил только в то, что существует в природе. Эта вера в натуру стала основополагающей в творчестве Пластова, определив эстетическое кредо мастера. Но, учась у натуры и вдохновляясь ею, Пластов очень четко представлял себе, в чем заключается главная суть искусства. Чтобы картина получилась небесстрепетной зарисовкой с натурой, надо взглянуть на жизнь поглубже, осмыслить, постараться вдохнуть душу в это обычное, простой, незамысловатый сюжет. Так облюбованные им простые сюжеты, несомненно, отражают его духовное «я». Но мир его образов гораздо богаче, сложнее и полнокровнее и не исчерпывается стремлением перенести на холст и живой трепет натуры. Обаяние пластовского искусства в умении увидеть поэзию в простом и обыденном. Божелание поднять это обыденное до значимости явления неповторимого, наконец, в том звучании мелочей, неприметных с первого взгляда деталей, которые придают каждодневному, ставшему уже привычным сюжету особой, как бы заново открытой художникам смысл. Перед нами проходит картина крестьянской жизни, где буричность становится явлением поэтическим, полным глубокого смысла, где все, и животные, и природа, и люди существуют в мудрой зависимости друг от друга, становятся неотъемлемыми от мирного течения жизни. Воссозданная пластовом жизнь поэтична прежде всего своей суровостью. И суровость — это естественно. Как естественная осенняя неприютность полей, по которым с утра до сумерек бродит пастух со стадом. Ибо за всем этим угадывается истинное восхищение величием человека-труженика. И природа у пластова — это не только и не столько пейзаж. Он может быть чисто портретным изображением преслонихинских полей, косогоров и может нести в себя некое обобщение. Между тем в каждом мотиве художник видит живую душу земли, ее лицо, ее настроение. У пластова земля непросто реальна. Она из конца в конец измерена его шагами, изучена добрым взглядом, обласканной его крестьянской рукой. Для пластова она вмещает в себя и исконно крестьянское представление о земле-кормилице и общечеловеческое, о земле-родине. Такое необычайное чутье жизненной правды и, что не менее важно, умение апоэтизировать эту правду, внести в нее какой-то особый, высокий смысл, художник мог обрести только в сыновной любви к земле, которой и черпает человек свои духовные силы. Палитра пластова – это полнокровные краски земли, живописная плоть природы со всеми присущими ей закономерностями гармонии цветовых контрастов. Чистые, звенящие пятна живут у пластова в таких им одним найденных сочетаниях, которые призваны передать солнечный свет. И струящийся воздух, согревающие дыхание костра в поле и неугомонные журчания ручья, весомость и шероховатость хлопней картошки и пьянящий терпкий запах грибов. КОНЕЦ КОНЕЦ О чем бы ни писал и ни рассказывал пластов, он пишет и рассказывает о подлинном, о том, что видел и перечувствовал сам, о том, что стало близким ему и о чем бы он хотел поведать своему народу. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ